Добрый день, уважаемые коллеги, это обзорников компании Тегнил и сам я Артур Идиатур. Призрак китайского долгового кризиса, который на некоторое время пропал с рыночных радаров из-за перемещения эпицентров вспышки COVID-19 за пределы Китая, вновь напомнил о себе после того, как Центральный банк Китая неожиданно принял меры, носящие стабилизационный характер сегодня. Национальный банк Китая неожиданно увеличил сегодня резервы банков на 50 млрд юаней, то есть влиял ликвидность в банковскую систему посредством операции РИПО, а также снизил ставку 7-дневного обратного РИПО с 2,4% до 2,2%. Шаг сокращения этой ставки в 20 базовых пунктов оказался значительно больше ранее наблюдаемых средних 5 базовых пунктов или последнего экстерного снижения ставки размером в 10 базовых пунктов. Решение Центрального банка Китая привлекло внимание участников рынка, так как с 16 марта Центральный банк перестал предлагать коммерческим банкам ликвидность через операцию РИПО, пытаясь таким образом просигнализировать, дать понять участникам рынка, что ситуация в банковской системе Китая стабильна. Но что самое интересное, 28 марта, то есть на предыдущей неделе, Центральный банк произвел операцию обратного РИПО, что по сути означает ужесточение кредитных условий, удалив из банковской системы резерву на 33 миллиарда юаней. Такие, скажем, качели чрезвычайно необычны не только для Центрального банка Китая, но и для вообще любого другого ЦБ, политика, которая вообще по умолчанию должна быть последовательной, не представляя из таких качелей, что сначала ужесточить кредитные условия, а затем на следующей неделе начать их смягчать. И поэтому маневр Центрального банка Китая напоминал экстренное вмешательство именно. При операции обратного РИПО Центральный банк и Коммерческий банк, они меняются ролями, и Центральный банк занимает у Коммерческого банка средства под залог ценных бумаг. Поэтому, собственно, эта операция называется обратная РИПО. Сокращение ставки обратного РИПО снижает, соответственно, альтернативные издержки межбанковского кредитования, то есть банк, который сталкивается с альтернативами дать взаймы Центральному банку или дать взаймы на межбанковском рынке, когда Центральный банк снижает ту ставку, по которой он готов взять кредит, естественно, Коммерческому банку выгоднее предложить свои средства на межбанковском рынке. То есть повышается привлекательность кредитования на межбанковском рынке. Другими словами, при прочих равных условиях снижение ставки обратного РИПО может способствовать росту денежного продолжения в экономике. Также смягчение кредитных условий может быть призвано ослабить напряжение в банковской системе. И есть веские причины, что китайским банкам сейчас очень нелегко. Как сообщает газета South China Morning Post, просроченный оверграф в китайских банках вырос в феврале на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Дефолты по потребительским займам в некоторых банках уже выросли с 1% среднего значения до 4%. Банк China Merchants Bank заявил, что приостанавливает выдачу потребительских займов, то есть нажимает кнопку паузы в этом направлении бизнеса из-за значительного роста проблемных задолженностей. Однако следует помнить, что закредитованность китайских потребителей, китайских домохозяйств среди развитых экономик, она небольшая, составляет 54% от ВВП. Другие страны, они могут быть более уязвимыми к росту дефолтов домохозяйств. И взять вот ту же самую Австралию, если посмотрим на отношение долга домохозяйств к ВВП, то начиная примерно с 2013 года, после небольшого снижения, это отношение снова перешло в рост и достигло 120%. И если вспышка коронавируса в Австралии будет набирать обороты, если по цепочке ситуация в Китае, она также отразится на австралийской экономике, то вот такая закредитованность домохозяйств может сильно отразиться на австралийской экономике, привести к упадку, поэтому нужно следить за тем, как обстоят дела в китайской экономике в плане долгового кризиса и, естественно, смотреть за тем, как происходят изменения на балансах коммерческих банков в Австралии, смотреть на дефолты и, естественно, делать вывод для австралийского доллара. Повышение вероятности финансового кризиса в Китае и риски похожего сценария в других странах, как мы обсудили в Австралии, они сейчас могут стать одним из главных факторов сдерживания рыночного оптимизма. Вот так вот неожиданно получается, что после преодоления кризиса, связанного со вспышкой коронавируса, рыночное внимание может переключиться как раз-таки на проблему закредитованности домохозяйств, тем, как эта ситуация будет развиваться. И это нужно учитывать в анализе рыночной ситуации, в том, как будут ввести себя отдельные валюты в среднесрочной перспективе. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.